Леша, идет съемочка? Это маленький всем привет. Меня зовут Евгений Ширяев и это передача Допроса за бабос. Сейчас начнется движение у нас. Здесь, как видите, фончик неплохой. Я задаю очень простые вопросы прохожим. Они отвечают очень хорошо, получают тысячу рублей. Отвечают очень плохо, получают тоже сколько-то там рублей. Здравствуйте. Нет? Ох, какая красивая, приятная пара. Здравствуйте. Извините, а можно вас отвлечь на несколько часов? Хорошо, извините. Вот вы-то нам и нужны сегодня. Так все у нас происходит обычно. Может, вы с нами полялякайте на скрытую камеру? Да нет. Ну ладно. Эх, хрен с ним. Может быть, вы не побоитесь пообщаться с нами? Да мы спешим. А, вы спешите. 90 минут прошло с тех пор, и никто не хочет участвовать в моей передаче. Да что там участвовать? Я даже правила рассказать не успеваю. Вот смотрите. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите. 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 Молодой человек. Может, вы с нами хоть полялякайте? О чем? Это шоу допроса за бабос. Народная передача. Нас смотрят около миллиарда людей на планете. Задаем простые вопросы. За ответы платим бабос. Давайте. Давайте. Все равно скучаем. Пониже можно опустить. Так. Вас зовут? Иван. Сергеевич? Александрович. Александрович Иван. Ну что ж, Иван Александрович, немножко о себе. Работаю промоутером в компании Corvette. 40 лет. 40 лет уже работаете в этом конверте? Да. Кошумарно. Ладно, хрен с ним. Первый вопрос. Ты жива еще, моя старушка. Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится на твоей избушке тот вечерний. Несказанный свет. Кто написал? Пушкин. Пишет мне, что ты, то я тревогу загрустил ошибка обо мне. Что ты часто ходишь на дорогу. В старомодном ветхом шушуне. И тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то же. Будто кто-то мне в кабацкой драке. Кому саданул-то по сердцу финский нож? Кто беспредельщик? Финский нож ему засадили. Финский нож? Серега. Ну кто Серега-то? Ну кто Серега? Сергей Есенин. Правильно. Вопрос второй. Отвечая очень правильно, вы получаете тысячонку. Отвечая паршиво 500 рублей. Хорошо. Или 550. Как карта ляжет. Сказочное существо, умевшее изготовлять золотые монеты простым ударом копыта. Конек-горбунек. А, нет, золотая антилопа. Браво! Самая большая параллель. Меридиан. Самая большая, где она самая большая? Меридиан-то есть поменьше. Самая большая параллель. А самая большая-то какая? Где она? Пасется. Так, самая большая параллель. Так, это в плане глобуса. Да. Берем шарик. Ну где побольше-то всего? Побольше всех-то. Экватор. Ну вот и все. Ну экватор. Вот и все. Вот и поговорили. Четвертый вопрос. Бараний коллектив. Стада? Нет. Так, бараний коллектив. Табун. Че там еще? Не стада. Не, стада овец. Так, бараний. А у баранов так, что там? Первая буква О. А, этот. Если мы пойдем сейчас за пивом, но принесем свою посуду, скажем, в нашу посуду налейте, пожалуйста, вашего разливнушечки вот этой вот Жигули. Понимаете? Как эта посуда будет называться? Стакан? Нет, другая. Или может быть, это другая будет какая-то таверна. Я скажу, ну, лейте-ка молока, пожалуйста. Но мне в эту посуду! В какую посуду? В тарелку. В чашу. На букву Т. Тара! Тара, тара, тара. А, тара, правильно. О, тара, о, тара. О, тара, о, тара. Да-да-да-да-да. Все очень плохо, но хрен с ним. Ответив очень хорошо на вопрос номер пять, вы получаете тысячу рублей. Если отвечаете хреново, всего лишь пятьсот пять рублей. Кто придумал акваланг? Кусто. Браво! Мы награждаем вялыми аплодисментами нашего героя Ивана не Сергеевича, но Александровича. Александрович. Привет кому-нибудь. Привет. Возьмите микрофон, пожалуйста. Привет всем моим близким, родным, маме, папе и всем людям на земле. Жизнь, мир, жвачка. Это ваш приз на сегодня. Благодарю. Не за что прикосновения сделаем вот такое. Мы пойдем окучим еще кого-нибудь сегодня. Где смотреть на ютубе? Везде. Везде, где попадется. Так, а как называется? В соцсетях как грязи сейчас натыкалось. Везде выкладываем. Но если вы думаете, а где бы нам постоянно смотреть? Смотрите в Нуме. В Нуме смотрите. Понятно? Негодяй ТВ называется канал. Негодяй ТВ. Все, мы пошли. До свидания. Взаимно. Мы идем дальше для того, чтобы продолжить это интересное шоу. Хрен с ним. Девушки, не уходите далеко. У нас к вам очень такое серьезное предложение, от которого я предлагаю вам не отказываться. Передача называется от допроса за бабос. Поехали. Поехали. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Подругу как зовут? Елена. Елена, если что, вы будете нам подсказывать, хорошо? Ну, когда я попрошу, ладно? Передача очень серьезная. Я спрашивал, как вас зовут? Да. Меня зовут Екатерина. И Елена подруга. Да. Меня запутали просто. Да. Сейчас я задаю пять вопросов. Если вы очень классно отвечаете, вы получаете тысячу рублей. Можно? Мы бесплатно ответим. Нет, только за деньги. Только так. По-другому мы не будем в это играть. Хорошо? Немножко о себе. Ну, что могу сказать? Можно я перейду? Да, да. У меня просто здесь кривые зубы, а здесь как бы ровные, поэтому я так буду стоять. удачный ракурс. Хорошо, немножко о себе. Родилась в Петербурге, прожила также в Петербурге, родилась в Миноксарском Сире, Екатерина. Тут это царское село Искра Соси, Искра Соси. Это когда был футбол между Металлостроем и Царским Селом. было такое село. Они орали Искра Соси. Искра – это футбольная команда Металлостроя. Я в курсе. Откуда? Вы орали Искра Соси? Нет, никогда я этим не занималась, но тем не менее с историей футбола ознакомлена. Как старину называли глаз? Око. Правильно. Автор произведения мастера Маргарита. Булгаков. Правильно. Ковшик с дырками. Это дуршлаг. Правильно. С каким соперником поехала. Пошла жара. С каким соперником 10 лет бились боги олимпийцы? Это все зевы, зевы, соловья. Они, значит, бились со своими родителями. да. Титаны. Это бритстаны. Это туда. Это очень туда. Да. Откуда столько мозгов, столько умов рассказывать? Учились хорошо в школе. Историю веду. Последний вопрос. Ответив на него классненько, вы победительница в этой? Хорошо. Нормальной передачи. Отличная передача. Нормальной передачи с отличным ведущим. Да. Самый лучший. Если будет какой-нибудь другой ведущий вести эту передачу, эта передача будет... Смотрите только вот с таким ведущим все передачи. Назовите самую знаменитую картину Казимира Малевича. Черный квадрат. Все, это браво. Пускай будут наложены аплодисменты. Вам, Михаил? Да. Привет, пожалуйста. Передаю привет своим замечательным учителям истории. Вот. Передаю привет, естественно, родителям, которые вложили меня столько в образование мое, что я не глупенькая все-таки вышла, несмотря на то, что блондинка. Но, тем не менее, всем спасибо, всех люблю. Спасибо прекрасному ведущему. Спасибо нашему городу. И Елене спасибо. Спасибо Елене. Да, самые лучшие женщины на свете, самые лучшие подруги. Это очень скромный подарок, я уж прошу прощения. Все. Все? Вы свободны, а мы идем дальше, окучивайте кого-то. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Елена. Давайте поучаствуем с вами, Елена. До свидания. До свидания. Мы идем дальше. Девушки, здравствуйте. Я уверен, что сейчас... Так что ж такое-то? Что? Ну-ка, шарманку включай. Что вы говорите? Что вы хотели? Что вы хотели? Да. А вы же к нам подошли? Сказали, что вас записывают куда-то. Куда записывают? Не знаю, куда вы записываете. Что вам рассказали про нас? Признавайтесь. Сказали, что вы какие-то вопросы задали. И платим за это бабосы. Вот что вам сказали. Да, да. Давайте участвовать. Давайте. Как вас зовут? Елена. Елена, вы случайно не родственница Хакамада? Нет. А почему вы тоже Елена? Ну, так назвали. Интрига. Это интрига. Это передача допроса за бабос. Отвечая правильно на вопросы, вы получаете бабосы. Проиграть невозможно. Невозможно проиграть в этой передаче. Такое правило. Ясаски. Первый вопрос. Автор произведения «Отцы и дети». Вам подсказали неправильно. Я знаю, что это не Достоевский. Тургенев. Тургенев. Что? Тургенев. Правильно. Если вы будете плохо отвечать, вы получите 500 рублей. Пока отвечаем хорошо. Рабочий стол слесаря или столяра? Это вопрос нужно было задавать мужику. Да. Как мне не стыдно вообще. Да уж. Да уж. Тьфу. Верстак. 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 Ясаски. Вопрос третий. Фамилия Ивана Грозного. Вот это вопрос. Это вопрос за бабос. Иванова Грозного. А если мы сейчас вот так вот и прям пускай видно будет Эрмитаж. Давай, Алексей. Кто в Эрмитаже жил? Романовы. А эти пока еще там не успели пожить. Вернее, не дошло время. Потому что паночка померла. А кто был до Романовых? Не знаю. На букву Рю. Ну, кто первый-то приехал этот вот этот викинг-то? Рю... Рюмин? Рю кто? Рюрю. Рюрик. 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 Рюриковичи. Рюриковичи. Януковичи. Рюриковичи. Рюрик. Рюрик. Еще раз? Рюриковичи. 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 Ну, елки-палки. Все правильно. Что же вы? Как звали сына царя Салтана? Ну, это вообще не знаю. а там вот это ядра чистый изумруд да не ядра чистый изумруд это пушкин пишет ядра чистый изумруд а пятый вопрос это вообще сложный вопрос но я помню по истории что я у меня товарища фамилия похоже поэтому я запомнил ответ кто такие баскаки а он баскаков понимать а нам это по истории говорят а я смотрю легко сидит рядом они когда баскаки у нас лёха баскаков так запомнилось сразу же это были в те времена когда были татарско-монгол монголский и иглы татаром монгорский все эти вот это вот монголы были и они приходили на русь и брали дань то есть они были сборщиками налогов то есть баскаки это сборщики налогов в те годы когда монголские татарские монгольский и герман и ги всем передаю привет кто меня знает за то что вы приняли участие в этой спасибо красной передачи вот вам 100 200 300 400 500 пожалуйста держите уж вы не не серчайте что всего лишь 500 рублей спасибо за участие спасибо вам вы всем довольны конечно слава богу до свидания всех люблю целую обожаю ставьте эти комментарии пишите лайк браво мир на на всей планете обязательно все остальные кто так отщелкивай алексей